Приветствую вас, я открыл ваш первый вопрос, который вы задавали уже 3 года назад, вам тогда было 21, вот, сейчас я так понимаю вам 24, вот, и там вы рассказываете про то, что вышли замуж за мужчину, ему было 28 лет, а вышли замуж, сразу забеременели, вот, и у вас начались, значит, ну, проблемы с мужем, вот, и так далее. Вы знаете, я бы, наверное, сказал, я бы, наверное, сказал, что вам необходимо разобраться со своей неуверенностью в себе и низкой самооценкой, а также наметить, наметить пути своего собственного движения и развития. Так, в данном случае вы ориентируйтесь исключительно на людей, на мужчин, вот, причем на мужчин, которые, судя по всему, старше вас, вот, то есть, вот, например, почему вы вышли, вы пишите, что вы с мужем живете 3 года, до этого еще 3 года встречались, то есть, вы с мужем начали жить, когда вам 18 было, вот, куда, откуда такая спешка, к свадьбе, к ребенку, зачем такая свадьба, понимаете, какая штука, какая штука. И все вот эти вещи, их нужно, конечно же, разбирать, потому что то, что происходит сейчас, то, что происходит сейчас у вас с вашим, ну, вот, текущим, текущим мужчиной, это результат, это результат, значит, все того же аспекты, это результат все тех же проблем, вот, которые у вас, к сожалению, появились вот тогда, так что с этим нужно работать. Дальше, вы пишете, значит, женатый мужчина, с которым не долгое время было общение, страсть и секс, спустя полгода нашел другую девочку, держите меня как запасной вариант. Ну, это низкая тематинка, во-первых, во-вторых, а как должно быть, если он изначально воспринимал вас, судя по всему, только как любовницу свою и все, то есть, чего вы ожидали. Дальше, таксяк, холодно отвечает, потом пишет до первых часам, но ее уделяет весь день общения, мне только утром, я чувствую, что ему не нужна, но вы никогда и не были ему нужны, потому что он вас не любит. Дальше, попросила, чтобы он мне не писал, что она страдает, люблю его. А если чего, то знаете, и как проявляется ваша любовь, разве любовь это страдание? Понимаете эту историю? Разве любовь это страдание? Разве любовь это боль? Ага, жалею, жалею, лучше бы страдала от присутствия другой девочки, но хоть иногда была бы рядом с ним. А почему такая привязанность к этому мужчине? Вот что вам не хватает? Что вам не хватает, что у вас такая сильная привязанность к человеку? Вот. Что вам не хватает? Не чувствует себя под силкой, без него плохо. Вот почему вам без него плохо и нужно разбирать, что вам не хватает? Я уверен, что вы могли бы сказать, что вас тянет к нему, что вас тянет к этому человеку. Вот. А я уверен, что вы могли бы сказать, что, ну, без него вы не можете. Вот. Так это, вы поймите, что это не про любовь история. Это история про то, что нужно вам, про то, в чем нуждаетесь вы. Это история про это. Это не история про любовь, к сожалению. Вот. Дальше. Что делать? Что делать, чтобы что, Виктория? Как поступать? Ну, тот же вопрос. Тот же вопрос. Как поступать, чтобы что? Что вы хотите? Чего вы хотите по итогу? Ну, для себя вот. Чего вы хотите по итогу? Что вам нужно? Понимаете, да? Какая штука? Вот. Отталкивайтесь от того, что вам плохо. Отталкивайтесь от того, почему вы выбрали женатого мужчину и поддерживали с ним отношения. Отталкивайтесь от того, какие у вас были ожидания от этой, значит, связи с мужчиной. Вот. То есть, вам нужно отталкиваться именно от этого аспекта. Вот. И тогда, соответственно, все будет у вас нормализовываться. Но для этого нужна индивидуальная работа. Потому что это очень похоже на сценарий. Вы выходите замуж очень быстро, там вы не уверены в себе, там вы сомневаетесь в себе, там вы ревнуете его, у вас куча комплексов. Вы эти комплексы проецируете сейчас на женатого мужчину, с которым вас тоже не спариваются. Вот. Это очень похоже на негативный родительский сценарий, из которого вам нужно выходить. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.